Для начала все о проекте с нуля и по настоящий момент гостям рассказывает глава регионального Минстроя. Александр Полухин по пунктам разъясняет каждый этап с временными показателями и долей ответственности каждого участника грандиозной стройки. При этом представители Владимирской области могут наблюдать за ходом работ в режиме онлайн. К присутствующим присоединяется министр здравоохранения Татьяна Савинова. Разговор переходит к конкретным предложениям. У нас есть огромное желание попросить проект у вас. В Оренбурге к такому запросу готовы. Есть еще три подобные заявки. Безвозмездная передача проекта другим регионам одобрена губернатором Денисом Паслером. Оренбургский проект прошел госэкспертизу и рекомендован к изучению главой Минздрава России Михаилом Мурашко. В ряде субъектов федерации сегодня даны рекомендации членам правительства и губернаторам съездить в Оренбург посмотреть, как это делается для того, чтобы можно было это быстро и качественно адаптировать в других субъектах федерации. Конечно, это здорово, что мы стали таким хорошим примером. Проект, конечно, хороший, современный. Мне кажется, правильный выбран подход, что строится не просто ковидный госпиталь на одну инфекцию, а современная инфекционная больница. Конечно, нужно еще учесть то, что в компании подрядчика находится еще несколько подобных проектов. То есть это не первый опыт, а опыт строительства, скажем так, уже имеется. Сегодня на работах под Оренбургом заняты более 350 человек и 34 единицы техники. Все 13 корпусов находятся на разных этапах готовности. В семи корпусах уже завершена установка наружных стен из сэндвич-панелей и кровли. В четырех выполнен монтаж внутренних перегородок, оборудование электросетей, вентиляции, устанавливают окна и двери. Смонтирована кислородная станция. Сейчас основная задача полностью закрыть за две недели внешний контур, имеется в виду остекленение и двери. И, собственно, начать отапливать объект для того, чтобы за середину ноября заниматься уже только внутренними работами, полами, приемками медицинского оборудования. Для этого уже со следующей недели количество рабочих на объекте увеличится до 500 человек. Строительство больницы рассчитано и на 186 мест. Подрядчики должны завершить к концу этого года. Татьяна Штылер, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.